Велодвижение сегодня популярно как никогда. Для кого-то это хорошая возможность отдохнуть, для кого-то дань моде, для кого-то двухколесный железный друг, средство перемещения. Однако, вне зависимости от предназначения, если человек выехал в город, он участник дорожного движения, перемещение которого координируется в соответствии с правилами, утвержденными законодательно. Статистика по дорожно-транспортному травматизму последних лет показала, не все велосипедисты ответственны, а потому в летнее время за ними особый контроль со стороны правоохранителей. В летний период времени наиболее обостряется проблема дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. С начала текущего года с данной категории участников дорожного движения уже зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 19 человек получили травмы различной степени тяжести. В шести случаях велосипедисты находились в состоянии обвинения. По вине самих велосипедистов из 21 аварии зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Пересели на двухколесного железного коня сегодня многие. В своем большинстве – дачники. Те, у кого садовые домики и участки располагаются в пригороде. Как правило, это домачевское направление. Сегодня здесь для людей созданы условия для перемещения. И конфликтов между водителями автомобилей и велосипедистами в последние годы стало меньше. Передешь на переход, всегда водитель остановится. Но бывают нюансы. Не без этого кто-то может торопиться, может не остановиться. А так, слава Богу, нормально все. Лучше становится с каждым годом. Но, к сожалению, видите, не везде. Вот здесь съезды есть, а не везде съезды. И поэтому приходится перемещаться по дороге, к сожалению, как сейчас произошло. Там съездов нету, и чтобы не прыгать по бортикам. Если бы они были везде, конечно, было бы здорово. Но, конечно же, большая опасность ожидает велосипедистов в городе. Транспортный поток больше, движение активнее. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции свою работу сконцентрировали здесь. Листовки в качестве напоминания основных правил перемещения по городу, а также профилактическая беседа, как еще одна возможность предупредить велосипедистов о возможных рисках. Не лишним будет напомнить и о том, что двухколесное транспортное средство должно быть оборудовано согласно правилам дорожного движения. И в случае перемещения в ночное время суток иметь специальное освещение.